Девушки отдыхают Где мы смотрим те игры, что не попадают выделенные на канале категории И сегодня у нас Pass of Exile восхождение Потому что, как известно, мы безрыбье и хакен слэш рыба При запуске Pass of Exile встречает нас с долгой загрузкой С названием студии разработчика Кстати, очень говорящим названием Grinding Gear Games То есть игры, в которых надо гриндить и получать шмот Очень честный подход По такому же принципу можно было бы назвать Blizzard, Promises, Valve, Money и т.д. Не суть Соль вся в том, что первая загрузка действительно очень долгая Минуты на 3-4 И я вам пока за это время поведаю о том, что же есть Pass of Exile Если в двух словах, то это абсолютно бесплатный клон Или эвфемизмом Идейный наследник Diablo 2 То игры, год выпуска которой Часто совпадает с годом рождения моего среднестатистического зрителя Делали эту игру энтузиасты Причем выпустили ее почти параллельно выходу Diablo 3 от Blizzard Чем навлекли на себя уйму сравнений Собственно, в какой-то степени я тоже буду часто сопоставлять эти игры друг с другом И косвенно нарекаю данную передачу зовом за Diablo У нас в России PoE издает компания Garena Да, та самая с серверами Dota, которой у многих людей возникает ассоциация Но они еще и игры издают Так-то В общем, наконец-то игра загрузилась И давайте быстрее смотреть загрузочный экран Как мы видим, создатели не утруждали себя на придумывание таких названий, как Свербящий Череп Тьмы И все сервера, а вернее шлюзы, называются в соответствии с городами Москва, Новосибирск и так далее Ну, чтоб пинг поменьше был Далее, пред нашими глазами предстает выбор класса Эдакая омерзительная шестерка романтика в большой дороге Вот они, наши потенциальные протагонисты Причем, обратите внимание, в отличие от этих ваших казуальных Diablo 3 Где персонажа переключаешь нажатием стрелочек Тут выбирать приходится из стоящих рядом друг с другом господ Прямо как в хардкорном Diablo 2 Как это водится в типичной тюрьме Вокруг слышен непрекращающийся голдеж А звуки волн заглушают разговоры заключенцев Возможность не скупить грехи Ну что ж, давайте познакомимся с этими прекрасными лицами Итак, у нас имеются Жрец в менюбке или Голозадый голодранец Дикарь, похожий на свихнувшегося Сэмюэлл Джексона Который огромным молотом бьет себя по башке Охотница, которая почему-то не озвучена А значит у него и Нины появилась подружка А еще есть чувак с внешностью фехтовальщика Которого в оригинале зовут Дуэлянт А у нас он почему-то стал гладиатором Также есть ведьма, которую в прямом смысле этого слова Штармит и просто бандит У каждого за спиной есть некая биография того За что же его все-таки замели Но тут-то по уровню хардкорности Поя даже переплевывает Диабло 2 Где хотя бы писали типа Класс для ближнего боя Или магический персонаж Здесь же просто биографию Мучайтесь Затем нашего героя выбрасывают на берег На все четыре стороны Наш единственный друг умирает В самом интересном месте своего повествования И тут поя повторяет уже всевозможные сурвайвалы Вокруг куча нежитей и зомби Вы один в лохмотьях Сражаетесь и выживаете Сюжет вообще заключается в том Что этот остров это как бы огромная зона Куда сбрасывают всех преступников на волю случая Вот и мы попадаем сюда так же В принципе это чуть более приземленный сюжет Нежели чем в третьей Диабле Где каждый персонаж с пафосной речью Мстит за свое убийство Или типа того Пока я гриндил в зомби Шкала опыта заполнилась И игра предложила мне вкачать талант Поскольку очень многие эмоции С помощью видеоролика не передать Я выведу вам на экран сейчас Специальный индикатор Моего сердечного ритма Который покажет Что я почувствовал Когда увидел эти таланты Жуть Так походу и будет выглядеть карта метро Москвы Будущего Сравниться это ощущение Впервые увиденного здешнего дерева талантов Может разве что С внезапным философским осознанием Того насколько наша жизнь Ничтожна в масштабах вселенной Ну да ладно Займемся сравнениями Итак В отличие от этого вашего Казуального Диабло 3 Где Близзард порабощает ваши мозги Дымящимися шариками Pass of XL делает Исконно хардкорные Монотонные шары Кстати создатели развели их по углам Как это сделано в Диабле 2 Но вот только они не учли Что тогда все пользовались Квадратными мониторами А не широкоформатными И из-за такого сейчас На современных дисплеях Глаза немного разбегаются в сторону Ну да ладно Все равно можно смотреть на хп над головой Хватит этих стандартных мелочей Которым я придираюсь Пора рассказать и о самой игре По е Хали Итак игра Следуя всем канонам жанра Разбита на акты К сожалению Антрактов с бутербродами За 200 рублей Тут не планируется И потому вам предстоит Нон стопом Помогать Дающим задания НПС А ну-ка угадайте Откуда позаимствовал На окно диалогов Один в один же Один в один же Квесты примерно одного типа Сходи в такую-то пещеру Прихлопни там синих гомункулов Каким-нибудь словарем Подбери шматье И иди дальше Иногда попадаются Всякие забавности Типа ловушек Пока вы бегаете В поисках очередной жертвы Для вашей правой кнопки мыши Ваш персонаж И естественно развивается Ваш виртуальный поезд Талантов Продвигается по карте Метро талантов А ваши шмотки Становятся все более Желтых оттенков Кстати о скиллах В пое В отношении заклинаний Которые вы можете юзать Есть некая хитрая схема Все заклинания На вашем пути Валяются у вас Буквально под ногами В виде ювелирных камней Эти собственно Камни вы вставляете В слоты На ваших шмотках Благодаря которым Они выглядят как светофор Кстати Ну да ладно И вот после этого Вы уже и обретаете Какой-либо навык Причем Камни есть Которые усиливают Другие камни И в итоге Можно воссоздать Такую комбинацию Что любой камнетез Позавидует Собери их всех В общем А также Таланты могут Пересекаться С эффектами камней Которые усиливают Камни Которые улучшают Ваши навыки И так что Если интегральное уравнение Для вас это Семечки То в пое Вам будет Над чем поразмыслить Ох а если Я вам сейчас начну За шмотки Говорить Про то что Каждую шмотку Например можно Улучшить И сделать из белого Хлама Хлам Желтый Кстати Это про хлам Подобно всем Играм данного жанра Вы часто будете Сталкиваться с ситуацией Когда из маленького С два пальца Хомячка На землю посыпется Горы лута Но вы то Не глубокий хомяк И не можете В себя засунуть Все это добро И потому Приходится выбирать Что брать А что нет И буквально Через минут Десять игры Никакого смысла В белых шмотках Уже не будет И вы станете Смотреть на них Как на естественные Продукты Жизнедеятельности И аристократично Подбирать только Желтые Ну или уж так И быть Оранжевые шмотки И вам мало Хардкора А что если Я вам скажу Что каждую клевую шмотку Как в Диабло 2 Вам придется изучать С помощью специальных свитков Опять Камень в огород Третий Диабля Где вы могли изучить Любую вещицу Просто видимо Наведя фокус Ваших глаз Конечно Свитков то На все хватит Если вы не собираетесь Познать весь мир Но тем не менее Олдскул В общем Перед игрой В пое Настоятельно Вам рекомендую Достать блокнотик С ручкой И тщательно рассчитывать Какой билд собирать Какие камни использовать И какие шмотки Таскать А то возможно Потом акте Так на четвертом Вас может поджидать Эффект бабочки Или эффект тупости Когда все ваши решения В плане прокачки На раннем этапе Приведут к тому Что затем Вам станет Несколько сложно Ну и если вы Все таки возьмете За грудки Разработчиков Гриндингир геймс И потребуете Пояснить По всем понятиям Чем же их игра Еще отличается От Диабло 2 То они вам скажут Вот так вот На чистейшем русском Замечательное слово Из шести букв Бартер Суть его заключается в том Что в игре нет никакой валюты Никакого золота Торговля осуществляется По древнему принципу Ты мне Я тебе Принесли торговцу Хлам с довольной рожей А он с не менее Ехидной улыбкой Вам за него Предложит обрывки Какого-нибудь свитка Так как обрывок свитка В хозяйстве Полезнее Чем огромный Латный доспех То вы согласитесь И будете дальше Раздумывать Умеете ли вы Торговаться Или нет В общем Задумка интересная Но суть примерно Такая же Как и в играх С золотом А с некоторых Мобов Вообще валятся Какие-то монеты За которые Потом можно У одного хитрого Господина Шмотки приобретать Так что Если скучаете По деньгам То и вам Угодили На днях В пое По-е-вилось Новое обновление Под названием Восхождение Суть его Сводится К прохождению Хардкорного Лабиринта Который не от балды Так был назван Ибо заблудиться В нем Проще простого А на каждом углу У тебя еще и поджидают Всевозможные ловушки Скользящие лезвия И тому подобные Штуки Которые могут И прибить И тогда Придется Начинать сначала А чем больше Раз ты пройдешь Лабиринт Чем больше Раз убьешь Господина Изаря В конце Чем больше Сундуков Вскроешь Тем круче Награды Вынесешь Так что Скоро Подобно героям Фильма Пила Будешь спокойно Уворачиваться От любой ловушки А лабиринт То каждый раз Меняется Ну и чем же Можно заняться Если ты такой Крутой Хай-левел И уже бегаешь По топ Контенту игры Как вариант Фармить дальше Заниматься Пвп И прокачивать Репутацию Можно начать Качать нового Персонажа Тем более После прохождения Игры Открывается Дополнительный Класс Дворянки А также Всякие Хардкорные Режимы В которых Умирать Нельзя Так для Кого же Игра Pass of Exile Как мне Видится Для Хардкорщиков Для любителей Копаться В гигантских Гигантских Древних Талантов Подбирать Правильные Характеристики И заниматься Теорик Крафтингом Всевозможные Гонки По прокачкам Которые Проводятся На серверах Тому Подтверждение Если вы Скучали По Diablo 2 И не полюбили Третью То выход Из ситуации Найден Ну и давайте Итоги подводить Что ли В первую очередь Поражает то Что игра То вроде И довольно Качественно Сделана При учете Что студия Разработчиков И особая разница Между Третьей Диабло И Пое Хардкора Хватит С лихвой И если вас Не смущает Тот вид Игр Где необходимо Гриндить И гриндить То думаю Вам понравится Естественно Если я не скажу Ни слова Про Донат Шоп То комментарий Продался Захлестнут Ютуб Ну да Игра Бесплатна Да Донат Шоп Присутствует Но лично Я Своими серыми Руками За Такой Донат Шоп Во всех Фри-то-плей Играх Ибо Только Косметика Типа Крыльев Каких-нибудь Присутствует Нет Даже Никаких Зелий На опыт И так Далее Зато Можно Купить Шапку Благодаря Которую Твоего Героя Даже Башки Не Будет Максимум Что влияет На игру В этом Магазине Увеличение Слотов Под персонажи Но и без Этого Их Доступно 24 Думаю Ну уж Всем Хватит Так Что За подход К созданию Игры За монетизацию И прочее Лично от меня Твердый Морально-этический Плюс Ну и Пару слов О локализации Помимо Странного Названия Классов Типа Шэдоу Которая Стала Бандитом Иногда Проскакивают Такие Моменты Что НПС Обращается К женскому Персонажу По-мужски Где ты научился Так сражаться Актеры Выдают Какой-то Сумасшедший Пафосный Набор Эмоций Но в целом Вполне Пригодный Перевод С которым Любители Лора Спокойно Разберутся Кто на данном Острове Смотрящий И с кем Лучше Не спорить Так что Для поклонников Хакенслэш В этот раз Даже без Каких-либо Зазрений Совести Произношу Заветную Фразу Ссылка В описании И предлагаю Знакомиться С игрой Я сам Не люблю Закликивания Но не Исключаю Что найдутся Ценители Ну а с вами Был Аркадий И хоть вы и думаете Что в этой части Видео я произношу Лишь сухие слова Но все же Если видео Понравилось вам То поставьте лайк Оформите подписку На канал Но самое главное Поделитесь с друзьями Им Да смотрите Я вам прям Гайд набросал Заходите на свою Страничку В контакте Кидайте Ссылку На этот видос На стену И пишите Ахахаха Ой парень Выдал Ой не могу Живот Трещит от смеха Друзья Смотрите Быстрей И отправляете Ну а если Прям заинтересовались Контентом Совсем То забегайте На второй канал И ждем вас В прямом эфире На твиче В данной рубрике Спрашивать Нину Не особо принято Поэтому прощаюсь За двоих До новых Встреч